Даль ТВ ТНТ Еще и голевую передачу отдал. Заброшенной шайбой его отблагодарил Михаил Железнов. Но обо всем по порядку. Заброшенной шайбой его отблагодарил Михаил Железнов. С той лишь разницей, что в этот раз нашим не удалось забросить быструю шайбу. Но это не главное. Хабаровчане с «Авангардом» весь матч играли первым номером. За два периода омский доминатор «Фурх» отразил 23 броска, а его хабаровский визави «Печурский» почти в два раза меньше. 23-13. Это если вы все еще сомневаетесь, что «Амур» стал совсем другим. И теперь соперникам «Тигров» приходится бороться с командой, которая, если и не лидер КХЛ в плане турнирной таблицы, то в плане характера игры именно лидер. При таком количестве и качестве бросков по воротам заброшенная шайба – дело времени. Очевидное и слегка невероятное произошло в середине третьего периода. Слово автору. Саня Печурский поймал шайбу быстро, отдал Дэну Толпекову, перевел. Контратака быстрая прошла. Там неплохо бросил в спутно защитника и гол. Голевыми передачами вратарь «Амура» отмечаются, конечно, не каждый день. Но бывает. Открыть счет «Железнову» помог Печурский. Скромняга говорит, что ничего удивительного в этом нет. Просто люблю играть в клюшки. И это мы еще Печурского про сухарь не спрашивали. Ладно, пусть спасибо скажет «Железнов». Ему спасибо, что он сегодня нас держал в игре. Великолепно стоял сухарь. Просто красавец сегодня. 1-0 – это еще, конечно, не победа. А до сухаря еще доиграть надо. Это прекрасно понимали Олег Ли и Владислав Ушенин. Вот результат. Вы удивитесь, но даже при счете 2-0 за 6 минут до финальной сирены Александр Печурский не думал о сухом матче. Ну как не думал? Думал, конечно, но именно на сухарь не рассчитывал. Или рассчитывал. Признавайся, Саша. Я не думал об этом вообще. Я думал только о победе. То есть помочь ребятам, я не знаю. Все 60 минут думал. После сухой победы не над кем попало, а именно над авангардом. Особо боязливые болельщики стали опасаться, что между Печурским и Мецелой может возникнуть недопонимание по поводу того, кому именно спасать ворота в следующих матчах. Фантазеры стали предполагать, что два вратаря могут повздорить или чего хуже перестать дружить. Успокойтесь, паникеры. Мецелой Печурский – дружба навсегда. Мы нормально ладим, дружим с ним. То есть у нас нет такой борьбы прям за первое место. То есть подгадить друг другу нет такого. Наоборот, все дружно вместе. На следующий день Амур вновь играл с авангардом. Подробности второй встречи хабаровских тигров с омскими ястребами прямо сейчас в прохоккее. Во второй части двухсерийного триллера «Тигр Амур против омского авангарда» зрителям, конечно, надолго запомнится третий период. А до 43-й минуты шайбы влетали только в наши ворота. И претензии по этому поводу хоккеисты и тренеры Амура могут предъявить только себе, любимым нашим. Сами себе, можно сказать, привезли все голы там. Не доработали, не помогли друг другу. Ничего страшного в этом нет. Сейчас будет перерыв, отдохнем, наберем все кондиции. И думаю, в дальнейшем у нас будет хватать и на 5, и на 10 игр подряд. Но это позже. А пока Андрей Николишин сразу после повторного матча сделал вывод. Всей команде еще надо учиться играть хорошо два вечера подряд. Ведь не факт, что соперник повторный матч проведет хуже первого. Нам нужно учиться играть в паренные игры против одного и того же соперника. И, откровенно говоря, первые два периода мы проигрывали в единоборствах, проигрывали в мелочах, проигрывали в характере. А это непозволительно. Хоккей не прощает таких вещей. Возвращаться в игру со счета 0-4 очень непросто. Но в этот вечер наши смогли собраться силами и легких очков авангарду не досталось. Для начала передачей Олега Ли воспользовались братья Ушенины. Забивал Вячеслав, отдавал Владислав. А через 6 минут Виталий Шулаков сократил отставание до двух шайб. До окончательного и безоговорочного камбэка Амуру не хватило всего одной заброшенной шайбы и одной засчитанной. Но в любом случае, спасибо парни, боролись до конца. И не только от нас спасибо. Отдельное спасибо ребятам за третий период. Молодцы, нашли в себе эмоции, силы. Я считаю, что выдали очень хороший период. Где-то удача отвернулась, где-то не хватило времени. Поражение 2-4, понятное дело, не прибавило Амуру турнирных очков. Но без оптимизма в конце года обойтись никак нельзя. Мы вас еще не раз от Хэппи-Ньюирим, а пока поздравляем с удачной домашней серией и предоставляем слово главному тренеру и капитану. Впереди 18 игр регулярки, в которых необходимо брать энное количество очков, чтобы попадать в плов. Так что жизнь не заканчивается, надо идти дальше, готовиться. Ну, я думаю, год, который заканчивается, был хорошим. Болельщики пошли на матчи на наши, полная трибуна их. Поддержку спасибо. Хотелось бы пожелать им, чтобы они поддерживали не только когда мы выигрываем, но и когда у нас что-то не получается, чтобы они нас подбадрили и гинялись вперед, чтобы у нас двойная энергия была еще больше. Но я думаю, в новом году будет еще лучше и будет больше побед. На этой неделе наша молодежка тоже проводила спаренные матчи. Соперниками стали воспитанники школы столичного «Спартака». О том, как наши тигрята бились с молодыми красно-белыми, далее в прохоккее. Спартаковская молодежка прилетела в Хабаровск в роли одного из лидеров МХЛ. На западе красно-белые уступают только ближайшей смене Ярославского локомотива, молодежной сборной России и, как показывают очные встречи, нашим тигрятам. Дело в том, что предыдущее поражение от дальневосточников москвичи потерпели у себя дома в середине ноября. И с тех пор одержали 11 побед подряд, но все серии когда-нибудь заканчиваются. И честь слегка осадить МХК «Спартак» вновь выпала дальневосточникам. Автор первой заброшенной шайбы уверяет, что подавить восстание «Спартака» планировалось еще до игры. Ну и до этого было такое ощущение, что можем сделать. Не знаю, ну выиграли и все. Нет какой-то особой радости. Главное, что победили. В первом периоде «Тигры» отправили в ворота москвичей две шайбы. Одного докладчика мы уже заслушали. У Зигурца-Подзиньша с красно-белыми свои счеты. Для воспитанника московского «Динамо» «Спартак», если не красная тряпка, то красно-белая точно. Я играл с «Динамо», у нас в «Спартаке» всегда было дерби. Всегда боевались, так и команды, сказать так, принципиальная борьба была сегодня. Ну а так, если честно, на это внимание особо не обращаем. Настраиваемся на каждую игру и играем. Играть с любым соперником легче, когда команда в полном составе. А во втором периоде у «Тигрят» с этим возникли проблемы. В результате два удаления подряд и счет сравнивается. Как бороться с необязательными штрафами? Вопрос непростой. Тут бороться, мне кажется, это бесполезно. Это единственное, только человека как бы сажать на лавку. Но вы сами понимаете, у нас, как у других команд, у нас мы не обладаем такой лавкой. Не, можно лавку набрать, сами понимаете. А вот именно играющую лавку мы не обладаем такой возможностью. Это только так. А больше никак мы на каждой установке говорим, что удаление в чужой зоне – это смерти подобное. Но все равно это не допускает. Да лучше ты отъедь там, потом догони или с подката загони, чем вот так вот идти в лоб. Мы за это очень сильно ругаем. И поэтому, ну, видите, как не доходит, где-то замыкает и идет в лоб. И все, отсюда получается удаление. Ну, просто нужно быть немного пособранней и глупых ошибок не совершать, чтобы потом не наказывать команду и себя. А еще неплохо бы играть побыстрее. Но с этим легче, ведь это оправимо. Я думаю, это неосторопность связана с тем, что немножко как бы игровая практика притупилась в связи с этими большими перерывами. Очень тяжело я и сам, когда играл. То есть тяжело входить после такого долгого перерыва как бы в хорошую такую игровую практику. Как бы ты ни тренировался, все равно игровая практика, игровая выносливость – это совсем другое. На тренировках ее практически добыть так-то нельзя. Ну вот и все. С вами была Юлия Кабакова. Смотрите про хоккей. Увидимся ровно через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok